Это было отличное время, чтобы быть заемщиком, потому что ставки снижались, а бизнес процветал. Но сейчас, и я думаю в будущем, компании с заемным капиталом не смогут так легко возобновить использование заемных средств. И затраты на это будут только выше. Знаете, сам факт снижения цены на что-то не делает это покупкой. Должно быть так, что цена упала больше, чем должна быть, учитывая фундаментальные показатели. Насколько сильно государственные долговые нагрузки в США и за рубежом могут внести изменения в будущем? Что ж, послушайте. Я думаю, это прискорбно, что США ведут себя как страна, у которой есть кредитная карта, без кредитного лимита, где расплата по счетам никогда не происходит. Я имею в виду, никто не должен думать, что это хорошая идея. Но вы все же считаете, что должен быть момент, когда наш долг или дефицит станет слишком большим, и обычно он измеряется процентным соотношением от ВВП. Никто не скажет вам, что такой точки не существует. И никто не скажет вам, где она находится. Знаете, в Вашингтоне сейчас никто не соблюдает фискальную дисциплину. В прошлом году у нас был дефицит в триллионы, и это в период процветания. Этого не должно было случиться. Все это очень прискорбно, но первое. Никто не может сказать вам, когда это станет проблемой. И второе. Никто не может сказать вам, что с этим делать. Вы не можете исключить США из своих портфелей. Те люди, которые говорили делать это в прошлые годы, сейчас выглядят очень плохо. Да, я как раз собиралась сказать, что если бы вы последовали этому совету, то сейчас бы уже были в затруднительном положении с точки зрения относительной эффективности. И вы сказали, что никто не может сказать вам, где находится эта точка. Но именно об этом я и хотел бы вас спросить. Как вы думаете, где она находится? Может, мы приближаемся к ней? Что ж, я точно не хочу указывать ее. Но могу сказать, что я один из тех, кто может сказать вам, где примерно она находится. Знаете, я думаю, что каждый раз, когда я выступаю на Блумберг, я цитирую Марка Твена, который сказал, «Не то, чего ты не знаешь, приводит тебя к неприятностям, а то, что ты знаешь наверняка». Это просто неправда. Поэтому я уверен, что я точно не знаю этого. Интересно, а какие возможности вы находите? Меня всегда интересует, насколько целевой является окружающая среда. Я думаю, что многое сегодня говорит о нашей экономике. Все экономические сюрпризы, которые мы видим в последнее время, направлены вниз, а ставки остаются высокими. Это делает рынок интересным для вас? Ну, я думаю, что это интересно. Я имею в виду, что мы пережили действительно медленный период с 2009 года, когда ФРС установил нулевую ставку по фондам для стимулирования экономики, до 2021 года. Когда они решили поднять ее для борьбы с инфляцией. И в этот 13-летний период было очень мало проблем, потому что это была очень благоприятная среда для компаний. Сейчас, как вы отмечаете, процентные ставки выше. Это дает нам больше возможностей. И это немаловажно. В описанный мною период было совершено множество сделок с использованием заемных средств, когда компании были обременены структурой капитала, структурой долга, которая не предполагала повышение ставок на 500 или 400 базисных пунктов. Короче говоря, это было отличное время, чтобы быть заемщиком, потому что ставки снижались, а бизнес процветал. Но сейчас, и я думаю в будущем, компании с заемным капиталом не смогут так легко возобновить использование заемных средств. И затраты на это будут только выше. Так что это дает нам больше возможностей, чем мы видели. И знаете, чтобы вкратце рассказать слушателям, 6 лет назад у нас была идея, вы пришли в банк, описали ее, и они сказали, «Хорошо, мы дадим вам 900 миллионов долларов под 5 процентов». Но настало время возобновить долг. Вы приходите, описываете все заново, и вам говорят, «Хорошо, мы дадим вам 500 миллионов долларов, но теперь уже под 9 процентов годовых». А как вы думаете, где будет больше всего боли? Потому что есть вселенная прямых инвестиций, которая явно борется с болью рефинансирования. Есть рынок коммерческой недвижимости, инвестор в акционерный капитал. Но, похоже, многие игнорируют любые рычаги, которые еще могут быть в системе. На что им следует обратить внимание? Очевидно, что так оно и есть. Это будет происходить в ситуациях с высокой долей заемных средств, и вы назвали два из них. Частные инвестиции и недвижимость. Использование заемных средств для повышения доходности было жизненной силой этих двух классов активов. И в результате они очень хорошо себя зарекомендовали. Это было очень, очень полезно для них. Но в будущем их ждет боль. И знаете ли, вы не можете значительно увеличивать стоимость обслуживания долга компании без ущерба для ее доходности. А в некоторых секторах недвижимости, в основном в розничной и офисной, существуют фундаментальные проблемы. Так что если сложить все это вместе, мы считаем, что вас ждут некоторые потрясения, которые дадут нам и таким, как мы, новые возможности. Знаете, это был действительно сложный период кредиторов, каковыми мы являемся. И действительно сложный период для охотников за выгодными сделками. Считаете ли вы, что мы увидим больше кредитов в будущем? Кредитов, чтобы погасить другой кредит, или кредитное рабство, как некоторые это называют? Ну, знаете ли, люди стремятся сделать все возможное, чтобы улучшить свое материальное положение. Большинство людей придерживаются того, что они могут делать по закону. Некоторые люди будут придерживаться того, что они могут делать с точки зрения этики. А как вы знаете, у каждого человека свое понимание того, что такое хорошо, а что такое плохо. Но знаете, если есть возможность, люди в большинстве своем ею воспользуются. И появляется возможность для того, что вы называете кредит для погашения другого кредита. Это активные попытки улучшить свое финансовое положение за счет кого-то другого. Поэтому важно, что кредиторы должны достаточно хорошо изучать документацию, чтобы предотвратить все это. Вот и все. Активно ли вы сейчас занимаетесь офисными помещениями? Потому что это похоже на идеальный шторм для тех, у кого есть финансирование. Пару дней назад мы говорили с инвестором в недвижимость, который получает 70% скидки на очень важные офисные здания в Нью-Йорке. А это столица мира. Разве это нормально? Что ж, Мэтт, этот вопрос очень простой. Вы получаете, допустим, 70% скидки. Этого достаточно? Знаете, сам факт снижения цены на что-то не делает это покупкой. Должно быть так, что цена упала больше, чем должна быть, учитывая фундаментальные показатели. И знаете, я думаю, что эту оценку должны дать эксперты, люди, которые сделали свою жизнь в этом мире и добились успеха. Знаете, я думаю, что если в этом году будет сформирована куча фондов недвижимости, и кто-то вложит все свои деньги в офисы, а кто-то не вложит ни одного цента, то один из этих фондов окажется лучшим. Просто я не знаю, какой именно. Вы знаете, если у нас есть все эти проблемы, которые вроде бы как находятся почти на поверхности, а мы уже находимся в нескольких днях от отчетности банков, то вопрос в том, вступаем ли мы в эту эпоху, когда они собираются выполнять новые правила касательно капитала. Неужели в системе все еще существует огромный стресс, который люди не замечают? Именно малые и средние банки, общественные и региональные банки, в значительной степени ориентированы на кредитование недвижимости. Крупнейшие банки с активами больше 250 миллиардов не имеют такой большой концентрации. Они не подвержены риску. Но некоторые из небольших банков, я думаю, в средних банках с активами менее 250 миллиардов, кредиты на недвижимость составляют около 160% их регулярного капитала. Так что некоторые из них испытывают боль, особенно те, кто выдавал кредиты выше среднего и концентрировался в проблемных регионах и так далее. Так что я не думаю, что это системный риск, который приведет нас к краху. Но я думаю, что некоторые компании окажутся в затруднительном положении, и возможно властям придется спасать их одну за другой, и они вполне могут это сделать.